Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Знакомься с Западной Арменией Чемшкацак. 19 декабря возобновлятся занятия в учебных заведениях Арцаха. Агрессия Баку против Армении должна быть прекращена к конгрессмену. В провинции Шернак Западной Армении продолжается борьба по вырубке деревьев. Принять меры для обеспечения безопасности народа Арцаха Фрэнк Павлов присоединился к призыву Байдена. Сосун религиозные нравы, армянские музыкальные инструменты, дудук. Город Чемшкацак в Западной Армении расположен в 50 километрах северо-западу от города Харберт в лесистой местности на высоте 1300 метров над уровнем моря. В административном плане в древности входил состав Цопка, в новое время в состав Дессимского уезда Харбертской губернии. До XV века был довольно многолюден и ухожен. В 1474 году после захвата турков-мамлюков множественное число жителей были взяты в плен. На протяжении веков он превратился в небольшой поселок. Отрасли экономики города составляли ремесла, торговля и сельскохозяйственные работы. Армяне имели две церкви, одна из которых носила имя Сурб Аствацацин, а новая Сурб Торос, которая была построена в 1825 году на месте бывшего святилища. В Чемшкацаке сохранились различные ценности и исторические памятники, остатки оборонительной стены, когда-то окружавшие город, следы крепости, руины армянских крепостей, церквей, часовин и других строений. Армянское население Чешмацака, как и сосунцы, были храбры и долгое время вели героические бои самообороны. В 1830-50-х годах численность населения достигала 8 тысяч человек, из которых около 6,5 тысяч были армяне. В городе было почти столько же жителей, как и в начале 1915 года до геноцида. Здешние армяне также были подвергнуты геноциду 1915 года. Часть стала жертвой турецкого Ятагана, а выжившие были изгнаны в разные страны. В 1930-х годах население Чешмацака едва достигло 5-6 тысяч человек, среди которых было незначительное количество армян. С 19 декабря возобновятся занятия во всех учебных заведениях Арцаха, где учебный процесс был приостановлен из-за сбоя газоснабжения Азербайджана из Армении в Арцах. Газоснабжение в Арцахе было восстановлено 16 декабря. Вечером 13 декабря информационный штаб Арцаха сообщил, что Азербайджан прекратил газоснабжение Арцаха. Степан Акерт назвал это гуманитарным и экономическим терроризмом, который последовательно осуществляет Азербайджан против мирных жителей Арцаха. Напомню, что до сих пор остается закрыта единственная дорога, связывающая Арцах с регионом Гориса, из-за чего прекращена транспортировка людей и гуманитарных грузов. Несправедливая и аморальная благода Азербайджаном, единственной дороги, связывающей Арцах с регионом Гориса, должна быть прекращена. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написал конгрессмен США Джим Лангенвин. 120 тысяч невинных мирных жителей в Арцахе сейчас в ловушке, без поставки газа, продовольствия и лекарств. Агрессия Баку против Армении должна быть прекращена, отметил конгрессмен. В районах Беста, Джуди и Габар, провинции Шернак, Западной Армении, вырубка деревьев, начавшая около двух лет назад, под предлогом безопасности, продолжается. Под контролем солдат и при поддержке стражей вырубаемые деревья перемещают в другие районы. Палата адвокатов Шернака развернула серьезную борьбу, продолжая бороться против вырубки деревьев. Палата адвокатов в отчете, подготовленной в июле 2022 года, отметила, что для вырубки деревьев нет правовой основы и продолжит борьбу в правовом поле. В процессе некоторые адвокаты были избиты, но не отступили. После доклада Палата адвокатов в августе и сентябре обратилась в офис защитника прав человека. Согласно заявлениям Палаты адвокатов Шернака, из-за вырубки деревьев уничтожено 7% в зеленой территории региона. Изображение вырубки также доступно в Google Earth, которое подтверждает подлинность заявлений Палаты. Западная Армения призывает к вниманию международное сообщество и особенно экологов по этому случаю. Турция в своей политике пытается уничтожить экосистему Западной Армении, что может привести к серьезным бедствиям. Конгрессмен США, сопредседатель комитета Конгресса по армянским вопросам Фрэнк Пауло присоединился к письму ряда конгрессменов президента США Джо Байдена с призывом принять меры для обеспечения безопасности народа Арцаха. Я присоединился к этому письму моих коллег к президенту Байдену с призывом принять меры для обеспечения безопасности народа Арцаха после того, как Азербайджан блокировал Бирзорский коридор, подвергая опасности тысячи людей. Как сообщает Инфопорт, конгрессмен написал об этом в Твиттере. Напомню, что накануне около трех десятков конгрессменов во главе с конгрессменом США Адамом Шифом направили письмо президенту США Джо Байдену с призывом предпринять решительные шаги для обеспечения безопасности армянского населения Арцаха. По армянским источникам сосунцы представлялись как максимально традиционные. Они очень ценят семью и семейные нравы, с честью, достойные и консервативные. Они любезны во всем, если не возникают бытовые или экономические вопросы. Но если задеть их самолюбие или оскорбить достоинство, видео угрозы полностью переображаются, способны даже убить родственника или врага, не задумываясь. Как и горы, они непоколебимы. Они являются носителем национально-коллективной жизни. В большинстве своем они живут в рабстве, что превратило их характер в защитить самих себя, защитить собственные семьи, род, а значит и династию. Материалы, обнаруженные в ходе многочисленных раскопок, скульптурные росписи на скалах, надгробиях, средневековые миниатюры, также свидетельства историков показывают, что еще с древних времен в Западной Армении использовались различные музыкальные инструменты. Существует три основных типа инструментов – духовые, струнные и ударные. Среди армянских духовых инструментов особое место занимает дудук. Благодаря его к теплому, красивому звучанию в репертуаре дудукистов большое место занимают особенно лирические мелодии. История армянского дудука или тирана поха восходит с времен царя-царей Тиграна Великого, правящего в 905-55 годов до н.э. Дудук изготавливается из абрикосового дерева. Длина дудука составляет 28, 33 или 40 см. Дудук сегодня вызвал большой интерес среди профессиональных музыкантов и композиторов мира благодаря высокому мастерству армянских мастеров дудука. В 2008 году дудук и его музыка – элемент армянского нематериального культурного наследия, включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. И в заключение новостей послушаем музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok